До стафет огня сдались считанные часы. Всего на протяжении трех километров факел пронесут 17 человек, выдающихся людей республики. Маршрут огня пролегает от Национального музея по улице Ленина, близ архитектурного сооружения Центра Азии, храм Циченлык, затем возвращается на площадь Арата, где будет зажжена чаша. Чести пробежать исторически 200 метров, за которыми будет наблюдать весь мир, удостоились в основном спортсмены Тувы. Один из них – сотрудник Росгвардии Айбек Дашеви. Сначала я был в резервной группе «Хранители огня», а потом узнал, что меня выбрали поколеносцы. Я очень обрадовался. И самой побегут тоже хранителям огня, моих коллеги из Росгвардии. Чему я успокоен, но все равно есть оболнение, это ответственность. Напомним, 29-я Всемирная зимняя универсиада состоится в марте 2019 года в Красноярске. Эстафета огня студенческих игр стартовала в сентябре 2018 года в итальянском городе Турине. В настоящее время продолжается. Российский этап эстафета огонь встречают в сибирских городах. На территории скульптурного комплекса «Центр Азии» к Новому году и празднованию 2019 года по восточному календарю прошел третий открытый фестиваль-конкурс ледовых скульптур «Ледовая сказка в центре Азии». К участию в конкурсе отобраны команды, сформированные из профессиональных художников, скульпторов, архитекторов, художников-любителей, скульпторов-любителей, студентов и преподавателей художественных вузов Тувы. По условиям конкурса, мастера из ледовых глыб должны украсить территорию скульптурного комплекса «Центр Азии» вокруг обелиска и фигур скифского царя и царицы. Поэтому большинство участников конкурса решили дополнить ансамбль ледовыми фигурами сказочных персонажей. Так, по итогам конкурса, победители были награждены памятными дипломами и денежными премиями. Продолжение следует...